Тепло еще теплее. Отопительный сезон официально стартовал в Екатеринбурге. Первыми согрелись ЖБИ и сортировка. Но горячатся жители Елизавета. Все лето у них не было горячей воды, теперь они боятся остаться и без отопления. Почему котельная простаивает, разбирался городской дозор. Без объяснения причин микрорайон Елизавет все лето провел без горячей воды. Теперь жители переживают, что на зиму останутся и без отопления. Воду отключили в конце мая. Особенно тяжело пришлось тем, у кого маленькие дети. Поначалу грели кастрюлями, рассказывает Татьяна Павловна. Потом купили водонагреватель. Ну, энергии много берется, потому что маленький как. Сейчас отопления нету, болеет вот она. Я сама не домогаю. Вот приходится с ребенком гулять, все равно надо выгуливать. В такой ситуации оказались жильцы больше двух десятков домов. Добиться от коммунальщиков ответа, когда же включат горячую воду, говорят невозможно. Ой, да знаете, мы уже их забросали заявлениями всякими. Ничего не говорят. К удивлению жителей, в паре домов в субботу вечером вдруг тепленькая пошла. Но радость была недолгой. Это было включено в 6А, Бесерская 6А. Еще слышала в 23-м доме. По всему району нигде больше воды не было. И вчера ровно в 9 вечера отключили воду. За разъяснениями, что это было, идем в жилконтору. Однако коммунальщики уверяют, воду не подключали. Вы считаете, что я вру, что у меня горячая вода обижала, что ли? Я разговаривать на эту тему не буду. Как выяснилось, заводская котельная, снабжающая район горячей водой, нынче перешла на баланс Екатеринбург-Энерго. Но процесс затянулся. Поэтому для запуска воды понадобилась термообработка трубопроводов. Забор воды пока запрещен. Но коммунальщики, видимо, не досмотрели. Сегодня получаем результаты замеров взятых проб. Если положительные, завтра подаем населению горячую воду. Проба, скорее всего, будет удачной, потому что мы нагрели там до 70 градусов. А микробы там, эти легионеллы, она при сессии уже умирает. Что касается отопления, по словам энергетиков, подключение начнется, согласно графику, на третьем этапе. А именно, в Чкаловском районе батареи начнут нагреваться с 25 по 27 сентября. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова